Корпус Д, бывшего Красноярского государственного технического университета, в котором я проучился 5 лет. Сейчас это Сибирский федеральный университет. Да, а это бывший корпус Г, на четвертом этаже которого находился мой факультет информатики и вычислительной техники. Даже не смогу больше зайти и посмотреть, где я учился. А почему именно твой? Ну, наверное, посчитали, что он плохой. Или там разваливался уже, я не знаю. Что? Может он был большим и некрасивым. И вот подумали, зачем он им? Наверное, построят новый большой и красивый? Да. Я тоже так думаю. Почему ты говорил, что в России они ломают, а ремонтируют? Ну да. Почему не сремонтировали? Ну, наверное, они решили здесь построить красивый большой небоскреб. И что это значит? Я потерялся. А Макс что сказал? Я не хочу потеряться. На каком языке? Во буявде свипердю. По русском еще сказал буяв по-китайски. Какие красивые современные здания. Раньше на их месте был большой парк. Вот прямо отсюда начинался. И вот до корпуса Д. По центру шла большая аллея, по которой гуляли студенты, дети. Не беситесь. Когда у них не было занятий. Корпус В. Здесь учился мой отец. Папа, а твой корпус еще не снесли. 1959-й, что ли, на нем написано. Как же все здесь изменилось, а? Всего лишь каких-то 15 лет прошло. Общежитие номер 5 еще стоит. Какая пыль. Смотрите, пыль, 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 пыль. Ну, уже там. Это здание в конце 90-х стояло недостроенное. Не знаю, сколько лет. Из него уже кирпичи выпадали. Вот, достроили. И фирт перенесли сюда. Факультет информатики и вычислительной техники. Это то, что я закончил 15 лет назад. Ты закончил этот институт 15 лет назад? Да. Как-то? Да, вот так давно это было. Но я тоже такой старый. Интересно, для чего здесь сделали детскую площадку среди общак? Или много с детьми, студентов нынче? А я на горку. Ой, какая качелька. Она маза моя. Она кривая. Раскачаться не могу. Макс, я же говорил о пластях. Изменилось практически все. Где павильоны с копировальными аппаратами? Где, в конце концов, пивной ларек? Ну, все, я думаю, изменяется в лучшую сторону. Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской идеи и наук. Представляете, я тут работал когда-то. Мама уже сказала. Сколько плачили? Одну тысячу рублей. В месяц? В месяц. И с этого еще снимали 13%. То есть, я получал сколько? Две тысячи рублей. Молодец, маячок. Папа, ты раньше больше получал, чем сейчас? Да нет, к счастью, нет. У меня сегодня ностальгический день. Сколько времени я здесь провел? Начал я работать на третьем курсе, после третьего. Четвертый, пятый. Ну, понятно, что только тогда по тысяче платили. Потом начали платить больше. И до 2004 или 2005 года я там подрабатывал. Конечно, платили копейки. О чудо! Храм достроили. Вау! А где мы вчера гуляли? Столбы находятся вот там вот за горой. Я думал, этот храм никогда не достроят. Давайте зайдем в православный храм. Дети ни разу наши не были. Только, ребят, договариваемся. Разговариваемся. Тихо себя вести в храме. Нельзя громко разговаривать. Лучше вообще молчать. А что там происходит? Вот там просто все заходят, молятся, свечки ставят. Не надо, чтобы тихо было. А то же вы же начнете верещать. Еще не открыли. Это веще Красноярск. Мы решили отдохнуть на помойке. Что ты так? Ладно. С прекрасным видом на правый берег Красноярска. Я тоже хотел там сесть, но из-за строительства храма там все перегородили, натянули коллючую проволоку, и туда невозможно нормально пройти. Ну а как ты тут? Хочешь спуститься вот туда вот вниз? Ну-ка, давай посмотрим, что там такое. Там, наверное, речка какая-нибудь. Наверное, там ручей. Ну все равно сложно туда перебраться. А, персиковый. А какой ты хотел? Яблочный. Яблочный, персиковый. Все довольны. Майя любит персик, Макс любит яблоко. Так, ну сильно не улыбайся, а то сейчас накапаешь. Мама, а есть гель? Гель. Сейчас посмотрим. Беляш, 28 рублей. Мясо даже есть. Как вкусно есть на природе. Это грибы такие. Как это? Ну вот такие грибы, смотрите, как цветы. Красивые. Как называется? Я не знаю, я впервые такое вижу. Красивые. Да. Я думаю, что они ползут. Куда? А где белки, пап? Где-то тут должны бегать. Мы в Академгородке, здесь есть лесок, где белки особо наглые. Майя, у тебя хвостик. Макс, у Майи хорошая чистая одежда. Я вот тоже хотел в тебя кинуть, но потом передумал. Максимка, ну у Майи такая красивая кофточка. Пойдем лучше белок искать, а не баловаться. Я понимаю, там какая-то стрёмная была. Ты скулой. Белки. Белки. Не, в лесу интереснее гулять. Здесь вообще асфальтированные дорожки вон. И фонарные столбы стоят. Это культурный лес. Так, пойдем по мини-дорожке или по натоптанной? По натоптанной. На мини-дорожках может быть кто-то так. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот радуга как выглядит. А это неправильная радуга. Да. Какие были мелкие, такая радуга. И для чего эта роща вообще? Ну просто гулять, собак выгуливать. Не соединяет она какие-то там... Здесь дорога, там жилой массив. А это такая березовая роща. Мы приехали в этот лес не просто так. Хотели на белочек посмотреть. Зимой их здесь очень-очень много. Они приходят и прям с рук едят. Но сейчас ягоды, грибы, белки все где-то гуляют. Майя очень расстроена. Вон ходит и семечки сыпет. Говорит, пускай когда-нибудь зимой найдут голодненькие и поедят. А ты чем занимаешься? Что это? Не знаю, что. Но типа репейника. А кто-нибудь хочет попробовать ранетку-дичку? Но это еще достаточно крупная. Майя, смотри, я из этого зелья буду делать. А я из всякого. Ты же любишь ранетку? Ну не такую, она вообще какая-то дикая. Это брундук. Майя же брундуков не видела. Мы вчера таких 48 видели. А, убежал. Так, подожди, дезинфекция. Смертельные ноги. Нормально, мне кажется, она-то лучше. Сейчас попробуем. Кажется, черемуха созрела. Ой, ахаял. Твоя моя не понимаешь. Я еще хочу. Он сказал. Сидите, тут он скорее. И ты синий? Нет. А у тебя? У меня нет. А я малину нашел. Ну прям, трасьте уголок. Вот каждому по малинке тут. Что за малинок? Не будете? Буду, буду, буду. Давай, бери. Ой, 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 сороки налетели. Ой, 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 сороки налетели.